так всем привет и наконец таки мне пришла моя посылка с китаем вот такая вот по-моему там должны быть карандаши которые я заказывал еще обещал сделать на них обзор запечатано хорошо сейчас посмотрим каком состоянии коробка находится заказывал я на алиэкспресс за по-моему 20 долларов если нужно будет я ссылку оставлю на эту посылку в описании так что кому понравится можете зайти перейти по ссылке заказать его даже клячку в подарок положили неплохо неплохо так сейчас откроем эту скотчем замотали неплохо она так упакована его ся лежит пока замотали и конечно но главное чтобы это помогло смотримся в каком состоянии коробка находится так пупырки здесь нет она здесь пенопласт называется называется но она такая мягкая даже если посылка вы и падала наверняка с ней бы ничего не случилось так а вот уже виднеется и наши карандашики так быстро до конца можно не вытаскивать так вот и наши карандашики вот смотри как коробка даже не помята ничего вот никакой мятины нету что целая так вот так вот она открывается так красота так красота тоже сторон подложим ну коробка вообще целая я то думал я то думал будет намного хуже вот 72 цвета такая вот она марка рефайн файн арт сейчас откроем посмотрим что там посмотрим все ли гриф или целые ооо кайф как их много вообще не падать тут нету да придется а вот уже и сломанные гриф или пошли но не так страшно точилка всегда есть под рукой так давайте достанем посмотреть вот так вот выглядит дерево такое приятное но ощупь нигде не цепляется заусенец не будет вот рефайн колор 7100 не знаю конечно что это значит но пусть так стов конечно очень много так давайте какой нить я тут уже заготовил заранее заготовил заранее уже так отложу наш больше нам не понадобится заготовил бумагу на чем можно их протестить знаете какой нить достанем мне вот серый интересно как будет смотреться ну я скажу вполне неплохие думал будет намного хуже твердость у этих карандашей по моему б2 если мне память не изменяет давайте еще какой нить посмотрим это я пока на место уберу давай влезай сейчас какой нить еще достанем мне вот больше интересуют цвета которые можно для кожи использовать ну конечно заметно не будем его нужно приближать не не будет видно ну ладно так вот такие вот карандаши вот это конечно здесь очень много теперь будет хоть чем кожу раскопки цвета классно вообще я конечно ожидал что все это будет как-то намного хуже но они на самом деле стоят своих денег а стоят они очень мало всего как я уже говорил 20 долларов но на рубли если переводить то это будет где-то тысяча тысяча по моему я их брал за 1200 что ли около того что то вот конечно они вообще классные я может еще сделаю а надо кстати проверить я смотрел что здесь белый цвет есть я все раньше в детстве думал нафига этот белый цвет нужен оказывается это как я недавно узнал это чтобы делать растяжки типа блендера в маркерах которого конечно у меня нету в моих но такой имеется даже и в этой серии так давай какой-нибудь возьмем какие-нибудь желтые цвета вряд ли конечно видно будет давай голубой и синий темно-синий такой возьмем и голубой вот идеально так ну давай посмотрим как это будет выглядеть да так сначала я покрашу нарисую темно-синим потом так вот потом таким посветлее цветом ну видно да как они отличаются и взяв белый цвет можно за соединить их вот он оказывается для чего нужен то если кто задавался этим вопросом у меня лично было такое дофига этих белых карандашей было но я думал они совсем бесполезные оказывается нет ну так вот если посмотреть они на самом деле смешиваются хоть и не сильно но смешиваются просто цвета слишком не подходящие слишком темный но они заметно смешиваются если даже просто по карандашу обычного вводить белым цветом он размазывается немного свет становится чуть бледнее или светлее как скажем поярче нет не поярче в общем он тоже немного цвет свой меняет становится более таким по оттенку другим изменяется и оттенок вот в общем так вот давайте еще какой нибудь затестим ведь я на место уберу текс 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 вот здесь он был не суть важно но давай сюда возьмем какой нибудь такой тут конечно цветов очень много кожаных нет это слишком бледный на камерах видно не будет вот давайте желтый и ярко оранжевый тоже нормально будет желтый на камере хорошо видно будет вот этот возьмем да сейчас смешаем от темного до светлого растяжку сделаем и теперь светлым какой яркий цвет вообще желтый цвета вообще так то классные вообще советую подкопить и заказать их они вообще классные подойдут как и как и начинающим так уже и тем кто рисует не один год вот стоят они не очень дорого но цветов очень много есть из чего выбрать и мне это несомненно нравится конечно можно поверх более светлым цветом сделать чтобы уменьшить вот это отличие но если попытаться сделать то он смешивает их неплохо но вот у середины двух цветов вот этих тут заметно то что они начинают смешиваться и чуть цвет бледнеет тем самым давая такой плавный переход в общем вот так вот я наверное еще сейчас подумаю может я сейчас сделаю что я не могу это в общем штучку такую которая у меня есть на маркерах и я думал здесь сделать вспомогалку небольшую сейчас покажу ее уберу пока мешается вот кстати да мои маркеры Тут уже некоторые цвета не пишут Из-за того, что засохли Или кончились, но Тут надо разбирать А мне так впадло это делать Так, походу, буду Если использовать и брать То выкину Брал я их Дай бог вспомнить По-моему, год назад Ну, еще рисую Вот такую вот штучку Может, сделаю Ну вот, собственно, все Больше я не знаю, что здесь можно рассказать Тут нужно Просто их взять руки и Использовать Такие классные Светов вообще много Смотрите Ну, в общем, они очень классные Мне понравились Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите в комментариях Что еще можно снять Я скоро, думаю, буду их Тестить Так что Ждите новое видео Так Ну, наверное, все Будем прощаться До скорых встреч